Во время вспышки коронавирусной инфекции медики работали беспрерывно, без выходных круглые сутки, борясь с распространением вируса из-за жизни своих пациентов. Они уверенно приняли на себя удар пандемии. Каждый из них с честью выполнял свой профессиональный долг. Мои коллеги подробнее о героях медика, кто был достоин высоких наград указом президента. Вирусолог Нурейм Кебекбаева уже на протяжении 13 лет ежедневно проверяет по 50-60 анализов для выявления антител к вирусу. Она была в числе медиков, которые при вспышке коронавируса первыми приняли на себя удар. С самого начала выявления вируса в Кыргызстане Нурейм вместе со своими коллегами отправилась в Сузакский район. Мы организовали мобильную автолабораторию на базе автошасси. Там мы проводили исследования на коронавирусную инфекцию от жителей области. В норме должно быть 90 исследований в мобильной лаборатории. Нагрузка. Мы в то время проводили 200-300-400 анализов в день. Отправившись всего на 10 дней, Нурейм Кебекбаева проработала в красной зоне 78 суток. Все это время она бесперерывно, без выходных работала и не виделась с семьей. Сложный график, невносимая жара с учетом того, что защитные костюмы, которые приходилось носить практически круглосуточно, осложняли процесс лечения пациентов. Была очень жаркая погода, потели. Человек заходит в мобильную лабораторию, 6-8 часов не выходя работает в этих комбинезонах, в очках. По приказу Минздрава мы должны были там работать 10 дней. Но в связи с пандемией мы там остались уже работать 78 дней, без перерыва, без выходных. Работали днем и ночью. Неустанный труд был оценен руководством страны. Вирусолог была удостоена награды государственного значения. Неожиданную новость о том, что врач в числе награжденных очень обрадовала ее. Женщина услышала от мамы. Получение госнаграды было очень неожиданно. Конечно, приятно. Мама звонит мне и сообщает о том, что я среди получающих госнаграду. Не поверила, ссылку прочитала. По WhatsApp она мне выслала, и ссылку прочитала. Там моя фамилия. Конечно, было неожиданно. Спасибо правительству. Среди таких героев есть и Дженнишпек Кельдебаев. Он 27-й год оказывает экстренную медицинскую помощь травмированным. Во время пандемии, как говорит врач-реаниматолог, на работе был аврал. Были пациенты, которые приходили с вирусом. У некоторых выявляли заболевание случайно на приеме. И Дженнишпек и его коллеги бесстрашно боролись за жизнь каждого пациента. Дженнишпек Кельдебаев был в числе врачей, работавших в красных зонах в трех обсервациях, непрерывное выполнение своих обязанностей. Бессонные дни и ночи были оценены руководством страны. Первый раз мы в Ош-клинии, это в Ошской области, в самом городе Оше было. Там в начале пандемии было организовано четыре точки. Проработал в двух точках в самом Оше. Сперва был Ош-3, называлось, на базе Ош-клиник. Вторая точка была объединенная уже на базе старого Ош-ГКБ. Люди в белых халатах во время вспышки коронавируса спасли тысячи жизней. Зная и видя опасность этого недуга, они стояли лицом к лицу с заболеванием, которое унесло сотни человеческих жизней по всему миру. Напомним указам президентам за самоотверженный добросовестный труд во время пандемии коронавируса. Медалью Данг награждены девять врачей. Почетное звание «Заслуженный врач» Кыргызской республики присвоено 21 медицинскому работнику, 60 представителям различных государственных структур и гражданам, активно участвовавших в волонтерской деятельности.